добрый день уважаемые коллеги я надеюсь что меня слышно видно и можно начинать наш вебинар так по значкам с огоньками я вижу что все хорошо со звуком но отлично тогда мы начинаем сегодняшнюю встречу посвятим мою сегодня разбору платформа easy travel расскажу о том что это за сервис такой что можно создать с помощью этой платформы какие у него возможности ну и немножко пошаговых инструкций как обычно как в нем работать если вы впервые с ним столкнулись если вы уже с ними когда-то работали с этой платформы может быть у вас есть какие-то свои работы созданы с помощью этого сервиса так что не стесняйтесь можете в чате добавлять какие-то интересные свои замечания комментировать либо можно ссылку на свою работу добавить я вам сразу в чат отправила ссылку на этот сервис сервис русскоязычный он работает и формате веб если вы сейчас на компьютере вы можете его открыть по этой ссылке и сразу по ходу моего рассказа смотреть с ним знакомиться плюс к этому есть еще одноименное мобильное приложение которое можно скачать установить у себя на телефоне и пользоваться этим приложением для просмотра аудио туров которые позволяют создавать изи travel но и даже уже и для создания небольших туров можно тоже уже воспользоваться мобильным устройством и так что же умеет изи travel что можно сделать с помощью этого сервиса возможности достаточно много ну во первых можно сделать небольшой виртуальный музей не обязательно это будет музей в прямом смысле этого слова это вообще аудио тур по за какому-то закрытому пространству это может быть библиотека архив тот же самый музей школа выставка в общем это аудио тур по какому-то закрытому пространству самый простой вариант более усложненный вариант это аудио тур по городу либо виртуальной экскурсии либо аудио тур по разному их называют здесь идет привязка к карте передвигаемся по городу и знакомимся с его достопримечательностями дело в том что у мобильного приложения изи travel есть работает он по технологии gps поэтому с помощью этого мобильного устройства вы можете ходить по городу и знакомиться с достопримечательностями подключив это приложение ну кроме того аудио тур можно и по компьютеру тоже посмотреть ну наконец самый сложный вариант это создание квестов квесты создаются на компьютере но вот просматривать их можно только с помощью мобильных устройств поэтому я в скобочках это здесь и написала на слайде давайте попробуем поработать посмотрим как вот все эти четыре возможности можно реализовать стартовая страница изи travel если вы по ссылке пройдете она выглядит следующим образом сервис переведен на русский язык работать нам достаточно просто кроме того я в конце нашей встречи дам еще ссылку на хорошую обучалку справочную систему которая поможет вам в работе если это необходимо вам будет а вообще по изи travel огромное количество разных обучающих материалов в том числе и видео уроки я свою лепту небольшую внесу расскажу как в нем зарегистрироваться и как начать работать без регистрации вы уже можете познакомиться с аудиогидами которые здесь собраны для этого достаточно нажать красную кнопку послушать и вы попадаете в поиск на этом сайте создана огромное количество разных аудио туров больше всего здесь представительства конечно имеют музеи здесь вы найдете практически все музеи начиная самых самых знаменитых третяковской галереи и заканчивая обычными музеями на общественных началах сельскими школьными много представлено библиотек в этом сегменте из этого тревела ну вот например я набрала по ключевое слово в поисковой строке библиотека и мне вывела огромное количество аудио туров квестов созданных библиотеками вот ссылочка если вам интересно а вообще можете самостоятельно зайти на сайты через поиск поискать например набрать в поиске свой населенный пункт свой город посмотреть какие уже созданы аудио туры конкретно по вашему городу может быть что то вам понравится вы сможете это посмотреть и взять себе потом на вооружение это то что можно сделать без регистрации если мы хотим уже что-нибудь создать то нам конечно же нужно здесь зарегистрироваться очень простая регистрация буквально три пуля мы заполняем имя организации электронная почта если вы представляете организацию здесь можно написать ее название если вы частное лицо то в пуле организация просто достаточно второй раз повторить свое имя нажимаем на кнопку далее и на электронную почту приходит вот такое письмо вам нужно пройти по ссылке которая в нем указана чтобы подтвердить свой аккаунт после этого можно уже приступать к работе перед работой вас еще раз попросит рассказать об организации если вы ее указали то можно здесь вписать выбрать категорию здесь есть отдельная категория библиотеки и архивы страну город почтовый индекс информации телефона это полезная информация она будет появляться перед вашим аудиогидом так пользователи читатели смогут вас лучше быстрее найти поэтому это полезное поле его стоит заполнить ну и наконец устанавливаем пароль подтверждаем его ну вот теперь уже точно можно начинать работу сервис предлагает нам сразу три возможности что можно создать музей тур и достопримечательность выбираем одну из трех ну и дальше заполняем шаблон здесь в общем то работа не очень сложная нам будет предложен шаблон который мы его будем заполнять я сейчас на скриншотах покажу какие здесь существуют шаблоны и немножко расскажу о том как их заполнять вот так по порядку и начнем как они у нас здесь на слайде вот с музея и начнем создадим небольшой аудио тур по какому-то закрытому помещению выставка библиотека музей и так далее ну посмотрим например вы хотите создать музей музей не обязательно должен быть на самом деле у вас библиотеки либо в учебном заведении музеи создаются на общественных началах писателей земляков музеи быта музей истории школы библиотеки колледжей так далее вот изи тревел вы можете найти очень много музеев так называемых виртуальных или вымышленных то есть музеев которые физически на самом деле не существует но с помощью изи тревела вы его можете создать например музей сказки музей литературного героя музей литературного жанра очень часто школьниками такие проекты создают вот в таких именно музеев ну вот например музей песни я вам сейчас ссылочку отправлю как пример такого музея не существующего на самом деле но существующего в изи тревеля в общем то на платформе вы можете создать совершенно спокойно самостоятельно такой музей виртуальный почему нет вот пожалуйста две ссылочки первая ссылочка это музей песни а вторая ссылочка называется аквапарк юрского периода тоже не существующий музей так что вот можно полистать посмотреть и если у вас есть какие-то интересные идеи и здесь можно реализовать музеев много в изи тревеле вы можете подсмотреть как они созданы и по их образцу и подобию сделать что-то свое может быть какие-то идеи вас возникнут вот музей например реально как выглядит это музей наш мурманский атомоход ленин ну и вот музей известный на всю страну это третяковская галерея тоже можно посмотреть там конечно все очень замечательно сделано но какие-то идеи можно посмотреть как видите у каждого музея есть своя стартовая страница на которой есть дополнительная информация вот то что мы вносили в название организации она здесь и будет эта информация плюс вы можете записать небольшое вступительное слово о музее с левой стороны видим такой значок с проигрывателем и внизу расположены экспонаты которые входят состав этого музея ссылки можно брать через кнопку поделиться она вверху и там же есть еще кнопочки для скачивания приложений на на мобильное устройство если вы хотите этот гид посмотреть на мобильнике пример экскурсии по библиотеке выглядит примерно тоже такая же история библиотека тоже основная информация о ней можно записать аудио можно как текст дать небольшое вступительное слово и далее опять таки экспонаты час слуху дам вам на библиотеку посмотреть как это выглядит то сервис бесплатный абсолютно здесь не ограниченное количество и третью ссылку я вам хотела тоже дать для примера это ссылка будет на отдельную выставку вы не хотите создавать страницу библиотеки но у вас есть интересная выставка и вы хотите ей поделиться через ту же самую опцию музей мы создаем выставку вот например виртуальная озвученная выставка о достоевском история точно такая же заполняем информацию о музее либо записываем аудио ну и далее располагаем экспонаты и все это делается через опцию виртуальный музей в качестве вставок это аудиогид это сервис для создания аудиогидов поэтому прежде всего вам необходимо задаться целью сделать аудио вставки аудио вставки это рассказ о музее вот он будет с левой стороны располагаться это рассказы об экспонатах которые будут входить в состав вашего музея давайте поподробнее итак начинаем создание музея выбираем опцию музей нажимаем на создать и заполняем первую страничку это описание музея вверху есть несколько интересных вкладок можно заполнить их все можно ограничиться только основными профиль с левой с правой стороны есть еще дополнительные опции это дополнительные материалы которые можно прикрепить к музею ну поехали профиль здесь очень простой даем название музея ну или библиотека либо выставка либо то что вы придумали сюда описание до 5000 символов вы можете добавить небольшое текстовое описание описание будет видно на сайте и на мобильном устройстве тоже внутри описание можно поместить гиперссылку если необходимо далее вверху по вкладочкам пробежимся они все очень простые в разделе расположения вы можете указать расположение вашего музея то есть адрес вот эту всю информацию справочную дальше план музея это фотографии музея снаружи и изнутри так как вы считаете необходимым фотография может быть одна может быть несколько можно даже загружать и старые фотоснимки в общем тут ограничений никаких нет по планам музея имеется ввиду вот начерченные конечно вот эти вот фотографии если у вас есть картинки экспозиции музея там здания музея то это тоже можно загрузить но уже в раздел изображения чтобы не путать с планами музея ссылки это дополнительные разные материалы которые вы с помощью веб ссылок добавляете например ссылка на сайт музея официальный какая-то другая такая информация по поводу веб ресурсов но вкладку спонсора я буду пропускать если вам необходимо если у вас есть какие-то спонсоры у музея выходите о них заявить это тоже можно сделать ну и последняя вкладка qr-код вы можете сразу же создать qr-код своему музею выставки если это необходимо теперь пойдем с правой стороны посмотрим что здесь есть дополнительно к описанию музея можно добавить небольшой видеоролик видеоролик загружается либо с ютуба по ссылке либо если он у вас есть на компьютере можно загрузить на компьютере из компьютера единственное что ограничение по весу видео до 50 мегабайт поэтому проще иногда просто с ютуба взять какую-то информацию быстрее загрузится далее можно добавить новости новости это необязательная опция собственно все что справа это все необязательные опции это по вашему желанию что такое новости это информация каких-то новых событиях в вашем музее вашем учебном заведении вашей библиотеке если вы планируете долго этот аккаунт использовать и планируете долгую планотворную работу в нем то новости возможно это хорошая вещь она будет появляться перед описанием вашего музея в первых строках и зрители читатели которые зайдут на страничку вашего музея сразу узнают что-то новое о нем если вы не планируете постоянную здесь работать у наверное смысла в новостях особенного здесь нет интересная опция викторина давайте они поподробнее о викторине ну вот новости то что я говорила да они будут появляться в самом начале описание музея они примерно такие же как и само описание до 5000 символов можно ну и видеоролик то что я уже сказала с ютуба и из файла можно добавить еще дополнительно две опции перед тем как покажу вам викторину после слове и заметки редактора это такие дополнительные поля послесловие это заключительное слово которое вы хотите сказать своим зрителям когда они познакомятся с экспозиции вашего музея такой и итогу всего резюме ну и заметки редактора это вот наверняка вы знаете что в презентациях powerpoint внизу есть такое поле заметки вступающего вот это примерно то же самое эти заметки не увидит никто кроме вас это полезная вещь если у вас есть много разной информации и в этот тур начали создавать но не закончили и чтобы не растерять всю эту информацию полезную которую вы хотите добавить в тур вы можете в заметке редактора просто все это сохранить а потом вернуться и уже дальше продолжить работу вообще это полезная вещь для каких-то там своих замечаний предложений если вы что-то хотите заметить не забыть все можно сделать в заметках редактора давайте викторины посмотрим викторины бывают двух типов здесь викторину вы можете добавить к любому объекту музея к самому музею к любому экспонату и к любой достопримечательности это забегая вперед когда мы достопримечательностей дойдем то к ним тоже можно добавлять викторин первый тип викторины очень простой это викторина с выбором правильного ответа задаем вопрос даем несколько правильных несколько ответов один из них отмечаем правильный по умолчанию здесь 4 дано это максимальное количество вы можете уменьшить это количество не обязательно все четыре поля заполнять но и комментарии пояснения можно просто написать вы ответили верно а можно в поле комментарии добавить какую-то дополнительную информацию по этой теме нажимаем сохранить и викторина добавляется у нас к самому музею а новости и викторина они все будут подряд они все будут прикреплены к описанию музея и новость и викторина это разноплановые понятия поэтому они будут рядышком можно создавать в этом сервисе викторину не создавая музей нет сначала музей потом викторина только так здесь викторина не не просто так она по по музею то есть вы вам дается какая-то информация музея чтобы вы не заскучали вам предлагают ответить на интересненький вопрос связанный с этим музеем да можно заполнять все поля постепенно и сохранять как черновик вы тур и музей если будете здесь создавать он сразу вас все равно не опубликуется он пока будет вас лежать в черновиках только когда вы все заполните только тогда вам предложат сначала проверить его и только потом опубликовать то есть вот такая пошаговая второй вид викторины вопрос требующий ответа ответ вводится вручную на телефоне либо на компьютере вопрос задаем это вопрос открытый и дальше правильные ответы что здесь по поводу правильных ответов вам нужно прописать все возможные варианты вот у меня вопрос как такой был из какой страны прибыл этот памятник в мурманск имеется ввиду памятник кириллу и мефодию в мурманске привезли его из болгарии поэтому мне нужно было в ответах прописать все возможные варианты чтобы все засчитали то есть у меня просто болгария из болгарии а еще можно написать если на мобильных телефонах очень часто пренебрегают строчными буквами поэтому не ту же самую болгарию вероятно пришлось бы еще написать маленькими буковками чтобы все варианты любой из тех что наберет участник они все засчитались как правильные здесь есть кнопочка добавить варианты вы их можете до 10 вариантов сюда добавить вот так что тут придется немножко раскинуть посмотреть какие варианты возможны но в любом случае такой вопрос тоже можно создать идем дальше второй вариант когда мы наконец создали музей добавили викторину описание видео прикрепили переходим к наполнению содержания а именно нам нужно создать экспонаты экспонаты это те предметы о которых вы хотите рассказать каждому предмету желательно добавить озвучку потому что судя здесь в аудио иди здесь упор делается как раз на аудио озвучка создается заранее она записывается на микрофон с помощью специальных программ я в конце нашего мероприятия расскажу несколько слов о том как озвучку записать она будет должна быть уже заранее у вас готова после этого мы начинаем создавать экспонаты карточка экспонаты очень простая то что на отметина звездочкой то надо обязательно заполнить то есть здесь выбор русского языка и название экспоната плюс еще пронумеровать экспонаты чтобы сервис сориентировался в каком порядке их показывать вот после этого нажимаем кнопку создать и начинаем заполнять карточку все карточки как вы видите внутри сервиса похожи друг на друга все те же вкладки все та же история и справа все тот же набор инструментов поэтому если мы один раз создали музей и экспонат в нем то мы по этому образцу потом начинаем уже создавать все остальное здесь точно так же как и при музее название описание аудио прикрепляется через кнопочку выбрать файл вы ее нажимаете загружаете с компьютера лучше использовать разрешение mp3 это самый простой вариант он лучше всего здесь крепится опять-таки ограничения по аудио тоже до 50 мегабайт да и очень большие аудио фрагменты они не только тяжелые их просто слушать долго поэтому аудио должно быть не очень длинным ну и что еще можно добавить сюда изображение конечно же вверху есть вкладка для того чтобы добавить картинку этого экспоната что еще ссылки qr-коды на каждый экспонат можно еще qr-код создать плюс дополнительно к экспонату вы можете добавить видео викторину и заметки редактора если они у вас есть все примерно в том же духе описание но мы разбираем сервис на русском языке вообще он на нескольких языках на стартовой странице есть переключение на английский если хотите и вы можете создавать описание на двух языках на русском и на английском параллельно вы можете это посмотреть более подробно у больших музеев у них есть экспозиции на двух языках вот я сегодня только по русскому языку специализируюсь а вообще если у вас есть желание выйти на международный уровень можно на нескольких языках это сделать добавляем описание экспоната опять-таки точно также видео викторину если нам нужно сохраняем и переходим к следующему и так один за другим все экспонаты добавляем для красоты экспонаты нужно сфотографировать красивые фотографии ну и конечно аудио история должна быть как обеспечиваются авторские права по умолчанию сервис вам скажет что все что вы загружаете все это должно быть подтверждено вашими авторскими правами то есть если кто-то на вас нажалуется в сервис изи тревел то с вами будет изи тревел разбираться возможно ваш тур удалят поэтому желательно использовать лицензированное изображение аудио озвучку собственного сочинения ну и все остальные материалы тоже вот таким путем здесь авторские права соблюдаются музей как он может быть организован мы сейчас разобрали самую простую организацию музея это сам музей и экспонаты в нем допустим у вас есть выставка из 10 книжек и 10 книжек это как раз и будут экспонаты этого нашего музея такого более сложный вариант если у нас есть музей в нем несколько коллекций а в каждой коллекции еще экспонаты это на тот случай если у вас действительно большой существует музей большая какая-то экспозиция выставка из нескольких разделов то можно еще организовать внутри коллекции делается это точно так же как и экспонаты в самом музее есть две вкладочки экспонаты и коллекции вам нужно выбрать раздел коллекции написать название русский язык здесь по умолчанию выбран нажать создать и внутри этой коллекции начинаем создавать экспонаты все примерно в этом же духе вот например как выглядит коллекция изнутри опять даем описание этой коллекции прикрепляем аудиофайл можно викторину добавить картинки этой коллекции и ну в общем все то же самое что и было с экспонатами принцип работы такой от большого к мелкому сначала создаем музей потом если нужно создаем коллекцию внутри этой коллекции создаем экспонаты либо можно этап коллекции миновать и сразу создавать экспонаты кстати если у вас музей разрастается вы можете создать коллекцию туда переместить экспонаты которые вам необходимы мышкой просто так что тут все достаточно несложно будет ну и в итоге что еще сделать когда у вас наконец-то все готово экспонаты заполненные коллекции подписаны музей создан верху есть кнопочка в правом углу я в красную рамку я ввела показать на easy travel это проверка вашего музея вы его самостоятельно посмотрите пока ни у кого доступа нет к нему кроме вас и вы его на этом этапе можете самостоятельно посмотреть как выглядит то есть пощелкать кнопочки походить посмотреть проверить все ли у вас работает и так далее после того как у вас все заработало там кстати в этой страничке которую вы откроете будет сразу кнопочка поделиться вот она верху ну вот я там это у меня справочный музей он у меня все равно остался в черновиках это просто я для тренировки тренировалась на нем ну смысл вот в чем то есть вот такая информация появляется есть кнопочка поделиться внутри вы можете все пощелкать посмотреть вот но перед тем как поделиться кнопочкой нужно еще этого этот доступ предоставить всем участникам которые будут это все смотреть открываем опять музей возвращаемся внутрь музея вот рядом с логотипчиком рядом с картиночкой с музеем есть такой значок с изображением земного шара нужно на него нажать и откроются три опции виден всем виден только по кодовому слову и не виден никому по умолчанию у вас ваша экспозиция будет не видна никому кроме вас либо будет видно по только по кодовому слову кодовое слово вам сервис генерирует самостоятельно тут же вам нужно переключить в раздел виден всем если вы все проверили у вас хорошо работает переключаемся в режим виден всем возвращаемся назад там где кнопочка поделиться ну и теперь уже точно можно делиться вы получите ссылку на вашу экспозицию эту ссылку можно разместить в социальных сетях разослать по почте можно qr-код скопировать qr-кодом делиться и в общем вот такие варианты распространения информации ссылки на чтобы вернее коды чтобы встраивать встраивать на страницу сайты и блога здесь не предусмотрено здесь только общая ссылка на страничку вот на этом сервисе да вы можете редактировать даже если у вас уже музей опубликован вы можете дополнительно постоянно туда добавлять информацию да это все можно можно использовать и и без викторины чаще всего викторины используют в квестах вот про квесты мы подробнее чуть чуть попозже поговорим а вообще для музея в викторины не так такое частое явление то есть если у вас есть красивая экспозиция то можно пока обойтись и без викторин викторины это необязательно здесь фото из интернета можно использовать но опять-таки все упирается в вопрос лицензирования этой фотографии если у вас разрешение фотографа есть если эта фотография выставлена для некоммерческого использования то пожалуйста вы можете и совершенно спокойно использовать то есть тут все авторский провал на ваше усмотрение не усмотрение но в общем на вашу честность все опирается то есть если у вас фотография например сезута на вашим знакомым фотографом опубликовано в сети интернет то и он вам дал разрешение на ее использование то вы совершенно спокойно можете использовать давайте пойдем более сложным путем создадим городской тур то есть привяжем его к карте он называется аудио тур по карте это вторая опция если возвращаться назад то это опция номер два в сервисе выбираем аудио тур и выглядит он уже немножко иначе опять-таки мы можем их поискать посмотреть как они уже созданы здесь выглядит как вы видите карта на ней нарисован неопределенный маршрут щелкая по этому маршруту он есть и на самой карте и с левой стороны щелкая по этим значкам вы можете знакомиться с достопримечательностями здесь весь этот тур состоит из достопримечательностей которые соединены между собой линии маршрута опять таки просматривать можно и на компьютере и на мобильном устройстве но отлично если у вас есть разрешение владельцев и согласие на публикацию то проблем никаких нет конечно вы можете использовать путешествие можно создавать и по обычному современному городу достопримечательностям современного города и даже можно создать вот например как у меня сейчас на экране прогулка по началу двадцатого века правда карта все равно будет современная но достопримечательности будут старинные скажем так ориентируемся здесь на гугл карту она лежит в основе этого сервиса достопримечательности располагаем на карте потом соединяем их линии маршрута ну и каждой достопримечательности мы опять имеем право прикрепить текст озвучку и викторину либо видео викторина видео это не обязательно а вот текста озвучка здесь как раз желательно чаще всего аудио туры просматривают на мобильных устройствах поэтому ориентируемся прежде всего на них тоже ну давайте посмотрим выбираем создать тур выбираем тип уличный тур здесь нам еще квест предлагаем но про квест чуть попозже давайте попроще начнем с уличного тура придумываем ему название и нажимаем кнопку создать знакомая история все то же самое что и было с музеем здесь карточки абсолютно одинаковые и опции тоже поэтому я второй раз уже подробно так не буду рассказывать обращаю ваше внимание на то что к туру мы можем прикрепить его описание небольшое картинки пристроить ссылки как всегда видео викторины если они у нас есть ну и аудио озвучку аудио озвучка это будет как раз общая какая-то ну введение какой-то в этот тур то есть аннотация расскажут о чем это что мы можем посмотреть и так далее на первом этапе возможно озвучка не нужна достаточно будет описание а вот когда мы уже будем двигаться к достопримечательностям вот тогда нам озвучка как раз и понадобится давайте к достопримечательностям двигаемся у меня вот такой вот скриншот есть это я из справочной службы позаимствовала у изи тревела вот так выглядит изнутри аудио тур для создателя то есть у нас есть достопримечательности вот под красным значком 1 вокруг них видим такие кружочки эти кружочки называются триггер зоны для чего они нужны дело в том как я уже говорила о том что у изи тревела есть технологии gps если мы на мобильном устройстве гуляем по этому аудио туру триггер зона нам нужна как только мы заходим в этот радиус в этот диаметр этой триггер зоны у нас включаются наш изи тревел и начинается рассказ о достопримечательности которую мы видим перед собой вот для чего нужна такая триггер зона и плюс если присмотреть тут есть еще значки с компасом это так называемые навигационные истории навигационная история она более нужна тем кто будет с мобильником работать на компьютере мы будем просто смотреть и не двигаться в реальности а вот те кто будет двигаться в реальности с мобильником им навигационные истории нужны это подсказки куда двигаться налево направо такие такие вот как гиды водят, нас по городу показывают, поверните налево, посмотрите направо. Вот это и есть навигационная история. То есть если человек попадает на какой-то перекресток, ему нужно подсказать, куда двигаться дальше, если нужно обойти какое-то препятствие, вот для всего этого нужна навигационная история. То есть у нас тут немножко усложненная система, тут у нас есть достопримечательность, триггер-зона, линия маршрута и навигационная история. В чем разница между мобильным и компьютером? Мобильное устройство – это вы на местности все просматриваете. То есть вы ходите с мобильным устройством на улицу города, включаете изи-тревел и идете, и вам изи-тревел походу рассказывает о достопримечательностях, как будто вы на экскурсии, только у вас экскурсовод в кармане будет. На компьютере вы можете то же самое посмотреть, но только на карте. Вы можете все то же самое послушать, посмотреть, но вы пешком никуда не двигаетесь, вы просто щелкаете по карте и слушаете рассказы. Все. Выбирайте, какой вариант вам лучше. Вы создаете один вариант, а просматривать можно его и так, и так. То есть вам не нужно два варианта создавать, один для мобильника, второй для… Нет, вы создаете один. Просто просматривать его можно и так, и так. Ну, давайте смотреть. Достопримечательности. Тур мы создали, внутри нам нужно добавлять достопримечательности. Нам выдадут вот такую карту. С левой стороны поле пока пустое, мы сюда ничего еще не добавили. Как только мы достопримечательность добавим на карту, она у нас с левой стороны отобразится. Как можно по карте что-то искать? Если вы с гугл-картами работали, а наверняка вы с ними работали, то помните, что там есть поисковая строчка. Вот она вверху с лупой нарисована. В эту строчку вписываем название достопримечательности. Вам по умолчанию выдадут карту вашего города. То есть вот если я тут живу в Мурманске, то мне карту Мурманска тут же гугл и открыл. Но в любом случае вы можете любой другой город сделать. Если вы, например, уехали когда-то из какого-то города и хотите экскурсию по нему, не вопрос, напишите в поиске название города, а дальше название достопримечательности. Все будет отлично. Самое простое, конечно, в поиске. Все отметить. Гугл хорошо ищет. Тут все самые известные достопримечательности и большие населенные пункты вы здесь найдете. Открываете карточку. Вот такая маленькая карточка появляется. И обязательно нажимаем на кнопку «Добавить в тур». После этого это название у вас появится с левой стороны и на карте появится вот такой маркер, значочек. Это значит, что вы первую достопримечательность в тур добавили. Вы можете создать тур не обязательно по городу, по области, по стране, как угодно, по миру можете создать. Только просто у вас тур этот уже будет не для мобильников, а просто для компьютера. Потому что нереально на мобильнике, допустим, по всему миру ездить с мобильным устройством. А, собственно, по городу вполне возможно пеший тур создать, который можно с помощью мобильного устройства. Выбираем достопримечательность, добавляем ее в тур, она с левой стороны у нас отображается. Вот карточка достопримечательности. Вы можете поменять название. Если Google не совсем корректно написал название, вы можете его исправить. Выбираем русский язык, нажимаем «Сохранить». Все. Достопримечательность добавлена на карте. А дальше переходим к заполнению подробной карточки этой достопримечательности. Все то же самое. Картинки, викторины, видео, все, что у вас есть. Озвучка к достопримечательности. И обязательно, если у вас для мобильных устройств, вы хотите, чтобы с мобильником люди ходили, обязательно озвучка нужна. Потому что читать текст с экрана, понятно, никто не будет. Текст будет минимальным. А вот озвучку нужно сделать здесь действительно хорошей. Загружаем это все, прикрепляем, сохраняем. И переходим опять к карте. Возвращаемся, там есть стрелочка «Назад». Возвращаемся обратно к карте. И следующую достопримечательность. Вот у меня, например, я выбрала центр города, Семеновское озеро в Мурманске. И нашла там три достопримечательности. Вот я их так три и обозначила. Вот в таком порядке, как я их добавила, они у меня так и пронумерованы. Раз, два, три. Если мы передумали, например, у меня маршрут изменился, я хотела бы от первой пойти к третьей, а потом уже ко второй, то я могу мышкой просто с левой стороны поменять цифры 1 и 2, и все перестроится. Так что на этом этапе мы можем смекнуть, как у нас будет строиться маршрут. Это первый этап, достопримечательность. Второй этап мы соединяем их маршрутной линией, по какому маршруту мы будем двигаться. Google карта достаточно подробная. Здесь отображены дорожки, вот эти вот тропинки, дороги, пешеходные переходы. И мы нашу маршрутную линию тоже будем рисовать не напрямик, а вот исходя по дорожкам, поскольку у нас будут люди гулять по дороге или по пересеченной местности. Нам нужно это предусмотреть. То есть вот здесь у меня, может быть, мелковато, но есть дорожки, по ним я и собираюсь прокладывать маршрут. То есть линия будет такая изогнутая. Как нам ее сделать? Рядом с ладошкой, вот на самой карте ладошка, а рядом с ней такая ломаная линия. Ну, такие же есть в Google картах. Если вы работали, то наверняка знаете. Нажимаем на эту ломаную линию и начинаем соединять точки. От первой к последней. Тут уже их местами не поменяешь, тут уже нужно заранее продумать, а теперь уже соединять правильно все. Я щелкаю мышкой в первую точку и тяну линию ко второй точке своей. Дальше щелкаю опять мышкой и опять тяну. Дошла я до озера. Озеро нужно обойти. Поэтому я маленькими ломанными линиями, щелкая вот так одной из другой точки на карте, сделала вот такую ломаную линию. То есть тут мышкой левой клавиши тянем линию. В том моменте, где нужно повернуть, щелкаем и дальше следующую линию рисуем. Ну, вот таким образом прочерчиваем самостоятельно маршрут. По дорожкам, не по дорожкам, в общем, как угодно. У меня тут не очень по дорожкам получилось. Но так или иначе, с помощью ломанных линий этот маршрут можно нарисовать. Сохраняем обязательно. Внизу кнопочка «Сохранить» будет. Если у вас все сохранено, то оно будет синеньким. Несохраненные варианты будут отображаться красненьким. Поэтому не забываем обязательно. Это наш второй этап. Мы добавили достопримечательности, озвучку и линию маршрута. Теперь уже участники у нас будут идти по нужному пути. Осталась нам последняя навигационная история, чтобы они не заблудились в пути. Ну, например, они дошли до озера, а что делать дальше? С какой стороны его обходить? Слева или справа? И вот в то пересечении с озером у меня должна быть навигационная история. Я ее туда добавляю с помощью значка «Компас». Это из четырех кнопочек самая последняя с изображением компаса. Как я это делаю? Нажимаю сначала на значок «Компас». А потом щелкаю в нужном месте. Получается вот такая вот зона. Она тоже с триггером, обратите внимание. То есть как только мы попадаем в эту зону, включается навигационная история и говорит нам, что нужно повернуть налево, чтобы обойти это озеро. Таким образом. Щелкаем по самой этой истории навигационной. Она у нас тоже будет с левой стороны. Вот она, Семеновское озеро, я ее назвала. А дальше открываем карточку и заполняем. Либо озвучкой, голосом говорим, что нужно повернуть налево, либо текстом пишем, либо можно сделать и то, и другое. Ну вот так выглядит навигационная история. То есть то же самое все. Тексты, аудио добавить. Тут не будет викторины. Понятно, здесь викторина не нужна, здесь будет просто видео. Вы можете снять видео, как обходить озеро и прикрепить его сюда. Вот таким образом навигационная история нам не позволит заблудиться, если мы будем ходить с мобильным устройством. Можно ли добавить маршрут позже достопримечательности? Да, можно. Вы можете просто добавить пока достопримечательности и все. А маршрут уже рисовать позднее. Зону триггера можно увеличивать и уменьшать. По умолчанию сервис какую-то стандартную вам триггерную зону сделает. Если вам нужно больше, то вы за кружочки можете потянуть. Вот посмотрите, на слайде у меня сейчас есть триггер-зона вокруг компаса и такие кружочки по периметру. Вот за эти кружочки мы мышкой будем двигать, и будет она либо увеличиваться, либо уменьшаться, в зависимости от того, куда вы ее будете двигать. А если нажмем на центральный кружочек, то его можно подвинуть слева вплево-справо. То есть вы можете самостоятельно триггер-зону контролировать здесь. Вот. Если у вас просто тур, который только для компьютера, вы не планируете, что у вас будут читатели ходить с мобильниками, то навигационную историю можно не использовать. И линию маршрута тоже рисовать тогда не обязательно. Участники будут просто щелкать по значкам на карте, открывать, смотреть. Линия маршрута их поможет сориентироваться, в каком порядке смотреть, но навигация уже им будет не нужна. Если вы хотите, чтобы и по мобильнику у вас ходили участники, тогда навигация понадобится, так или иначе. Кстати, в навигацию можно не обязательно вставлять разные подсказки налево-направо. Вы можете какую-то дополнительную информацию озвучить. У вас будет аудиогид еще познавательный. То есть вы можете сказать, поверните налево и посмотреть, с левой стороны находится парк, который знаменит тем-то, тем-то и тем-то. То есть параллельно с информацией, ну как все аудио, как и все гиды на экскурсиях, повернули налево, посмотрите, здесь вот такая достопримечательность, вот такое интересное место. Это все вставляется в навигацию, это записывается голосом и добавляется к навигации. Какая информация должна быть в озвучке? Это вы решаете абсолютно сами. В озвучке должна быть информация интересная, которая, вот самое главное, это должно быть интересно для слушателей. Это хорошо должно восприниматься на слух, то есть никаких там непричастных длинных оборотов, там предложений на три строчки нет. Там все очень просто и понятно, чтобы зритель, вернее, слушатель, на слух смог воспринять эту информацию. Должны быть какие-то интересные факты. Вспоминайте интересные экскурсии, которые вам вводили по городу, как экскурсовод рассказывает, какие интересные факты он приводит. Вот здесь примерно все то же самое. Если озвучка интересная, то можно и подольше ее послушать. Поэтому тут особых каких-то законов нет. Тут все на ваше усмотрение. Вы сами опытным путем воспринимаете, как вам лучше сделать. Если у вас много информации, много интересной, то почему нет? Все на ваше усмотрение. Ну, давайте дальше пойдем. Естественно, мы все это сохраняем. Точно так же можно все это просмотреть, пощелкать, посмотреть, проверить на ошибки, нет ли там чего-то лишнего. Извините, пожалуйста. Ну и далее сохраняем это все. Опять-таки, нам нужно доступ сделать всем. Виден всем. Потому что по умолчанию будет, например, только по кодовому слову доступ. Делаем абсолютный доступ для всех. Чтобы посмотреть, как выглядит на экране, в правом верхнем углу есть кнопочка с изображением экрана. Вы можете посмотреть на экране. И плюс дополнительно вы можете этот тур скачать к себе на мобильное устройство, выйти с ним, что называется, в поле, и самостоятельно пройти этот маршрут. Проверить, все ли работает. И вот тогда, когда вы проверили и на компьютере, и на мобильнике, и на местности, только после этого можно, наверное, его уже опубликовать. Но это в идеальном случае. Если вы просто планируете на компьютере все смотреть, то проверку на местности можно опустить. Нельзя ли несколько маршрутов объединить в один блок? Нет. Так не получится. У вас будет несколько маршрутов, несколько аудиотуров. Вы можете просто создать, например, свое представительство на сервисе и создавать несколько аудиотуров, и под каждым аудиотуром будет написано, что это ваш, он, представительство ваше. Вот таким образом. Один блок тут, к сожалению, не получится создать. Ну, пожалуй, на этом все про аудиотуры. Вот это самый простой вариант. Из того, что я рассказала, из трех достопримечательностей, понятно, что их будет больше. Тут добавлять можно бесконечное количество их, и тур у вас может быть намного длиннее. Можно тур создавать пеший, но чаще всего именно пеший предлагается. Вообще тут есть еще опции автомобильный, велосипедный, даже, по-моему, есть конный. Так что можно выбрать и такой вариант. Правда, не знаю, как это получится. Я пока только вот на пешем туре. Ну, и самое сложное, переходим к нему. Это квесты. Квесты, конечно, очень интересная история. Это сейчас востребовано. Это многое, огромное количество желающих поучаствовать и провести их. Но на easy travel это, конечно, сложновато будет, особенно если вы впервые. Поэтому сервис, когда вы будете создавать квест, сразу спросит, может быть, вам все-таки городской тур создадите, может быть, не надо квест. Ну, есть такая в нем опция. Ну, если мы храбрые ребята, мы попробуем создать квест. Я расскажу на примере трех достопримечательностей, как можно маленький квест создать. Да, конечно, запись вебинара будет через пару дней. Изнутри квест выглядит, в общем, он похож на аудиотур и создается по тому же самому шаблону, только опцию выбираем не уличный тур, а аудио, а квест. Каждый этап квеста называется сегментом. Внутри сегмента, все сегменты отображены с левой стороны. Внутри сегмента, если вы посмотрите, несколько достопримечательностей, несколько значков. Вот, например, у меня сегмент 2, мемориальная доска, а дальше два значка, памятная доска, путь из библиотеки, музея. И если на карте посмотреть, то здесь будут триггер-зоны, и навигационные истории, и достопримечательности, много-много всего. Я расскажу самый простой вариант квеста. С него, пожалуй, стоит начать. В его состав будет входить достопримечательность, контрольная точка, задания, поиск достопримечательностей, ну и навигационные истории, чтобы они потерялись по дороге. Вот таким путем пойдем. Выбираем опцию квест. Сценарий квеста у нас будет примерно такой. У нас будет начальная точка. Рассказываю, как это выглядит. Квесты, к сожалению, я вам ссылку не могу дать ни на какой квест, вернее, дать-то я и могу, но, к сожалению, посмотреть квест можно только на местности. То есть это все исключительно привязано к городу. Вот, то есть вам нужно скачать приложение на мобильное устройство, выйти на это место, открыть, и тогда уже можно посмотреть квест. Я вот набрала в поиске квесты, мне выдало огромное количество разных квестов по разным городам. Вы можете найти свой город, вдруг какой-то квест у вас уже создан, скачайте приложение, выйдите и поиграйте. Может быть, вам понравится, и вы потом заходите свое создать. Ну, рассказываю наш сценарий. Начальная точка квеста. Изначально, как только вы заходите внутрь сервиса, нажимаете «Пройти квест», вам откроется начальная точка. Например, допустим, там какая-то достопримечательность, какое-то знаменитое место в городе. Вы находитесь на этой точке, выходите в эту точку, и именно в этой начальной точке получаете первое задание. Если вы его правильно выполните, например, ответите на вопрос викторины, то вам откроется сегмент номер 2. На втором этапе нас ждет тоже достопримечательность и тоже вопрос. Отметив на него, мы переходим к достопримечательности номер 3. Переходим к третьему этапу. А вот на третьем этапе у нас будет скрываться не одна достопримечательность, а сразу две. Первая будет подсказка для второй. К первой мы добираться будем через викторину, а ко второй нам просто дадут подсказку в поиске, и все. И нам нужно будет ее просто найти. Как только мы ее найдем, мы выиграли квест. Ну, вот такой маленький сценарий. Давайте его попробуем реализовать с помощью этой платформы. Начинаем с создания сегментов, создания этапов. То есть перед тем, как создавать квест, нам нужно его нарисовать на бумажке, либо в компьютере как-то, придумать все вопросы, продумать сценарий. Тут самое главное все-таки сценарий. И только после того, как мы уже придумали все, только тогда переносим его в сервис. Потому что менять внутри будет очень сложно. Если меняем этапы местами, наша карта может съехать и все начинать с нуля. Вот лучше поэтому сначала все приготовить и только потом приступать к созданию. Выбираем опцию квест. Придумываем ему название. Нажимаем создать. Квест предлагает нам дать описание. Квесту описание обязательно нужно. Вы можете его и звуком создать, и написать текст. Можно лучше и так, и так сделать. То есть здесь у вас будет информация. О чем этот квест? Что нужно сделать участникам? То есть правила можно прописать. О чем они узнают, когда поиграют с этим квестом? Если у вас квест, допустим, как какое-то мероприятие библиотечное, вы можете прописать, что тем, кто выиграет этот квест, пройдет его до конца положено призы. То есть вы здесь прописываете аннотацию и правила этого квеста, чтобы все было понятно. Дополнительно, поскольку будут у вас участники с мобильниками ходить, дополнительно все это можно проговорить и прикрепить аудио. Потому что смартфоны разные, с экрана читать тяжело. Особенно, представьте, если вы в городе находитесь, тяжеловато будет прямо вот с руки все это прочитать. Особенно, если информации много. Поэтому, да, лучше записать аудио и прикрепить. Вы можете добавить и видео, и викторину, если хотите, прямо вот к самому описанию квеста. Но пока на первом этапе это, в общем, не обязательно. Описание мы создали. Картинку загрузили, аудио добавили. Переходим к созданию сегментов. Первый сегмент вам создадут автоматически. Он будет так называться. Новый сегмент. Вот. Ну и дальше вы создаете новые, новые, новые. Новый сегмент – это вот то место, с которого начинается ваш квест. Вы щелкаете по новому сегменту, находите точку на карте, к которой нужно привязать этот сегмент, и сохраняете. Мы все это делали с помощью аудиотуров. Точно так же в поисковой строчке есть. Щелкаем на новый сегмент. Выбираем точку на карте, добавляем его в маршрут, а новый сегмент мы переименовываем. Например, там пишем памятник Ленину. Именно отсюда наши квесты начнутся. Создаем столько сегментов, сколько у нас будет этапов. Ну, у меня было три этапа в сценарии, поэтому три сегмента я и создала. Это первый шаг создания сегментов. Идем дальше. Теперь каждому сегменту внутрь нужно добавить достопримечательности, что и контрольные точки, вопросы, на которые будут отвечать участники. У меня была контрольная точка гостиницы Арктика. Это центр Мурманска. Вот с нее я и решила начать квест. Внутрь этой точки я добавила достопримечательность. Она одноименная. У меня этап будет... Это не страшно. Он может одинаково называться. Кстати, в этот этап вы можете добавить несколько достопримечательностей, но уже это более усложненный вариант. Давайте с одной сначала разберемся. Она у меня на карте отображается. У нее есть триггер-зона. Вы можете эту триггер-зону увеличить, уменьшить, опять-таки, как вы захотите. И теперь уже к этой достопримечательности мы будем прикреплять вопрос викторины, на который нужно ответить. Если ответ будет правильный, то откроется второй этап, который я назвала ТК имени Кирова. И перейдем к нему. Сначала все-таки проще добавить все достопримечательности. Внутрь каждой точки добавляем все. Во втором этапе у меня будет одна, а в третьем этапе у меня будет целых две. Добавляется все через поисковую строчку. Добавили. Вот они у меня так получились. Можно посмотреть Арктика, ТК Кирова, и на проспекте Ленина у меня их две. Памятник Анатолию Бредову и памятник военным строителям. Последняя достопримечательность, четвертая, красненькая, это будет скрытая достопримечательность, то есть ее надо будет найти. Как только участники доходят до памятника Бредову, последняя достопримечательность им не откроется, им будет дана подсказка, найдите по каким-то признакам ее. И они должны будут ориентироваться на местности и искать. То есть до этого будут отвечать на вопросы викторины, как только дойдут до циферки 3, будет всего подсказка, и они будут ее искать на местности. Вы можете в любом другом порядке это все устроить, вы можете поиск организовать в самом начале, а можете вообще от поиска отказаться, и пусть только отвечают на вопросы викторины. Так что вот таким путем. Ну, давайте попробуем. Теперь каждой достопримечательности мы добавляем. Что? Можно добавить небольшое описание, он ваш же квест познавательный, поэтому нужно добавить какую-то познавательную информацию. В этой информации можно подсказку зашифровать, чтобы правильно ответить на вопрос. Информацию напишем и озвучим. Озвучка важная здесь. И обязательно прикрепим викторину. Викторину проще крепить тот, который с одним правильным ответом, потому что с мобильника тяжеловато вводить какие-то тексты, какие-то слова вписывать, проще выбрать один из четырех вариантов. Раз, два, три, четыре. Выбираем, обязательно отмечаем тот, который правильный, а в комментариях можем написать правильный ответ. Переходите к следующему этапу. А можно какую-то пояснялку. Участники, когда попадают на эту викторину, они будут отвечать. Если ответят неправильно, им предложат повторить еще раз и еще раз. В общем, они будут отвечать до тех пор, пока, наконец, на правильный ответ не наткнутся. Вот таким путем. За каждый правильный ответ участникам будут начисляться какие-то баллы. Чем быстрее они правильно ответят, тем больше баллов заработают. Когда они пройдут квест до конца, у них на экране высветятся их итоги, и они смогут посмотреть, сколько они там набрали баллов, сколько ответили на вопросы и так далее. Так что все это важно здесь. Загружаем, сохраняем, прикрепляем картинки, если это нужно. Картинки можно крепить этих достопримечательностей, можно старые фотографии этих же самых мест. В общем, все, что в архиве найдете, можно использовать. Итак, каждую достопримечательность снабжаем вот такой викториной. Ну вот, комментарий, например. Но это у нас уже викторина, самая последняя. Я вам говорила о том, что последняя достопримечательность будет скрыта, ее нужно будет найти. Мы доходим до цифры 3 памятника Анатолию Бредову. У меня там вопрос, связанный с этим памятником, кто стал свидетелем его подвига. А в качестве комментария мы получаем подсказку и пишем там. На улице профсоюзов находится памятник, посвященный очень важной военной профессии. Вам нужно ее найти. Все. Это подсказка. То есть подсказка улица профсоюзов. И надо искать там памятник, посвященный какой-то профессии. Ну, улица профсоюзов у нас маленькая в городе, поэтому подсказка такая. Нажимаем обязательно сохранить. И на этом добавление вопросов в викторин мы закончили. Теперь самое интересное. Вот этот объект, который нужно найти, нужно отметить, что он скрытый. Открываем эту достопримечательность и ставим галочку в поле «Скрытый объект». Это делается во вкладке «Свойства». То есть мы его закрываем, чтобы его нужно было найти. Обычно участники, если ответят на вопрос в викторина, им сразу следующий объект откроется. И нет. Здесь будет просто подсказка и все. А искать они будут уже самостоятельно. Сохраняем. Скрытых объектов может быть столько угодно. Вы можете вообще заставить искать все. Не отвечаете на вопросы. Вернее, они будут отвечать, но они должны еще и искать дополнительно. Поэтому все объекты, которые вы хотите скрыть, надо обязательно скрыть. Далее. Вот они у нас уже готовенькие получились. Посмотрите, пожалуйста. Скрытый объект у меня желтеньким обозначен. Это позволяет мне сориентироваться, что к нему не будет никаких вопросов. То есть здесь просто искать придется. Далее. Осталось теперь настроить это все. Мы все здесь все сделали. Прорисовать маршрут. Кстати, вот забыла еще, что нужно прорисовать маршрут от первой точки до второй, до третьей и так далее. Как это делается? Рисуется следующим образом. Первую точку не трогаем в гостинице Арктика. Щелкаем по второй точке, ТК Кирова, и рисуем маршрут к этому ТК. Начинаем от цифры 1, с романными линиями рисуем до цифры 2. Нарисовали. Дальше щелкаем на третий сегмент, третий этап. И рисуем маршрут до третьего этапа. Нарисовали, остановились. К скрытому объекту маршрут не рисуем, потому что его нужно найти. Все. Маршрутные линии нарисовали. Это следующий этап нашего квеста. Что еще? Дополнительно здесь можно, конечно, добавлять еще навигационные истории. Я выбрала простой вариант без всяких навигаций, потому что у меня город, потому что у меня есть пешеходные переходы, и по ним очень хорошо ориентироваться. Поэтому навигации здесь особо и не нужно. Если вы планируете по более пересеченной местности, то, наверное, нужна какая-то навигация. Особенно если у вас какие-то объекты есть, типа озер, лесов, парков и так далее. Ну, здесь у меня квестик очень простенький, поэтому без навигации я обошлась. На первом этапе хотя бы так. Идем дальше. А дальше нам нужно настроить это все. Каждую викторину нужно настроить, чтобы следующий этап открывался. Наводим на первую нашу точку. Вот гостиница Арктика, была к ней прикреплена викторинка. Нажимаем на значок с ключиком. И настраиваем, что здесь должен открыться следующий сегмент. И выбираем, какой сегмент мы можем открыть. И выбираем опцию. Сегмент открывается, если был дан правильный ответ на вопрос. Сохраняем. Так у нас будет настраиваться каждая точка маршрута. Выбираем, какой сегмент открывается. И выбираем условие, при котором он откроется. Итак, каждую точку мы просматриваем, кроме последней, финальная точка. Вот это под циферкой 3, которая у меня была, в которой нужно будет что-то искать. Она должна, вернее, даже не циферка 3, а тот самый военный памятник, который станет итогом всего квеста. Нам нужно немножко по-другому настроить. Это будет уже финальная точка. Нам нужно выбрать опцию «Заканчивать квест». И сегмент откроется, если пользователь посетил контрольную точку. То есть, как только пользователь подходит к этой точке, автоматически включается у нас квест и говорит «Окей, квест закончен, поздравляем вас». Вот этим и заканчивается. То есть, те точки, которые были промежуточные с вопросами, они называются контрольные. А последняя точка маршрута станет финальной. Вот так. Настроили это все. Рядом с каждым значочком должен появиться ключик. Вот обязательно можете проверить. Здесь у нас в финальной точке будет флажочек. Обратите внимание, в каждом сегменте только одна контрольная точка. То есть, флажочек должен стоять не на памятнике Бредову, а вот как раз на финале. Здесь. Ну и здесь ключики будут контрольные. Когда все это у вас появилось на экране, когда у вас все это помечено, проверьте маршрутные линии, проверьте достопримечательности, посмотрите. Есть здесь опция «Проверить квест». Она находится кнопочка с правой стороны вверху. Вот она. «Проверить квест». Вы можете проверить контент. То есть, вам скажут, где у вас нет описаний, где у вас нет викторин, допустим, где вы что-то забыли. И сама проверка квеста по технологиям. Есть ли у вас контрольные точки, ведут ли эти контрольные точки туда, куда надо. То есть, нажимаем просто на кнопку «Проверить квест», какое-то время ждем, и вам выдают вашу статистику. Говорят, что квест создан правильно, ошибок нет. Если у вас сервис найдет ошибки, вам их распишут, что не так, что вы потеряли. Поэтому здесь важна очень последовательность. Сначала достопримечательности, потом к ним викторины, потом маршрутная линия, и потом настраиваем. Сохраняем обязательно. Дальше лучше пока этот квест не публиковать, а скачать его себе на свое устройство. И выйти действительно в поле с этим квестом. Подойти вот к той самой гостинице «Арктика», включить квест и посмотреть, работает ли он так, как вы хотите. То есть, пройти все эти точки маршрута, отвечать на вопросы викторины, проверить правильно, неправильно, что изменится. Найти эту достопримечательность, проверить, действительно ли она скрытая, не открывается ли она сразу, мало ли что. В общем, все это на практике проверяется с помощью мобильника. Нужно пройтись самому, поискать, посмотреть, поотвечать. Если все отлично, все работает, только после этого можем его публиковать. Публикация точно такая же. Набираем на кнопочку «Увиден всем», и наш мобильный квест теперь можно смотреть, любоваться и проходить. Как организовывать мероприятия с этим квестом? Квест вы можете это дать как для самостоятельного прохождения участникам, они вам могут потом скриншоты присылать и показывать, что они его прошли. Либо можете каким-то образом устроить это коллективно. Прохождение этого квеста, каждый из команд, засекаете время, за какое время оно пройдет. Правда, на маршрут лучше их выпускать по очереди. Первая команда, потом, как только она закончила, вторая команда выходит на маршрут. Либо в разные дни, а потом подводите то, кто быстрее и кто правильнее. В общем, тут можно разные варианты использовать, какие вам захочется. А можно просто это повесить на сайте библиотеки и пригласить, допустим, горожан, походить по квесту, оставить свои отзывы, посмотреть, что им понравилось, что не понравилось. Можно и так тоже. Вот таким образом это работает. Ну и последнее, буквально несколько слов. Есть здесь еще одна такая опция, называется достопримечательность. Это тоже опция для мобильных устройств. С чем бы я ее сравнила? С Википедией, пожалуй. Вот такое странное сравнение, как это все работает. Дело в том, что на карте города много достопримечательностей есть. И вы можете добавить свою достопримечательность на эту большую карту города, прикрепить к ней озвучку, добавить видео, аудио, картинки. И те, кто будут гулять по городу, используя приложение Easy Travel, они на вашу достопримечательность могут попасть, послушать то, что вы записали и рассказали. То есть это такая база, которая постоянно пополняется. Вы можете включить карту, посмотреть. Ну, только опять-таки это все с мобильных устройств просматривается. С компьютера не получится это. Вы можете посмотреть, что там уже создана из достопримечательности. Например, добавьте в свою библиотеку. Наверняка ее может быть и не быть. А вы можете сюда добавить свою библиотеку, прорекламировать себя таким образом. Ну, например. Или, может быть, какое-то интересное место, которое вы открыли, тоже можно добавить через эту опцию. То есть здесь вам не нужно создавать ни музей, ни аудио-тур. Просто отдельную достопримечательность. Это все очень просто. Просто посмотреть это можно быть только на мобильном устройстве. Можно ли квест сделать внутри салона магазина? Вы знаете, они, квесты, созданы по примеру карты, по уличным квестам. Они специализируются, поэтому внутри салона придется как-то иначе выкручиваться. Они вот именно с картой связаны, с картой местности. Ну, вот, да, у нас тут есть уже пример. Запускали командами и сравнивали скриншоты. Да, какой раз хороший вариант. Ну, давайте я просто покажу. Может быть, эта опция вам и не пригодится, но узнать о ней тоже интересно. Выбираем опцию достопримечательность. Ну, например. Вот я открыла карту города. Смотрите, здесь уже много-много кружочков есть. Это то, что уже создано. Ну, например, здесь нет памятника треске. Вернее, значок есть, но рассказки нет. Никак этот памятник трески никто не обозначил. А у меня есть какая-то интересная информация о нем. И я могу щелкнуть по этому памятнику, добавить сюда описание. Все то же самое, что мы делали. Либо, например, вот памятник Кириллу и Мефодию. Тоже о нем почему-то не написали. Я его нашла. Я его добавила через кнопочку «Добавить». Ну, а дальше начинала его описывать. Вот, например, как это все происходит. Ну, не памятник, например, вот политехнический лицей нашла. То же самое. Щелкаю по значку. Через кнопочку вот эту вот с маркером я его обозначаю на карте и перехожу к описанию. Нажимаю на кнопочку «Редактировать». Здесь немножко иначе сразу. И дальше начинаю заполнять карточку. Вот эта карточка уже нам совершенно хорошо знакомая. Видео можно прикрепить, можно викторину, можно аудиоозвучку и добавить на карту. Интересная опция. Можно свое учебное заведение добавить. Вот, например, я когда-то в политехническом лицее работала, нашла его, о нем ничего не сказано на карте. Почему бы не добавить? Библиотеку, учебное заведение, какой-то интересный памятник, там, историческое здание. Вы можете самостоятельно туда добавить и войти в историю. Вот, как один из создателей такой большой городской карты. Вот. Таким образом, к сожалению, эти достопримечательности вы сможете посмотреть только у себя в личном профиле, если вы их создаете, и на мобильном устройстве. Вот так с компьютера просто на них уже не выйти. Вот. Опять-таки, когда вы создаете, не забывайте переключаться в опцию «Виден всем», чтобы все увидели то, что вы сделали. Ну и последнее, что у нас осталось, несколько советов. Походу, я уже какие-то советы давала, подсказки, что и как. Вы можете, сейчас я вам сразу дам ссылку, для полезной информации. Я, конечно, вам рассказала только основные возможности. Вы можете усложнять те же самые квесты, придумать что-то свое. Может, у кого-то подсмотрите какую-то идею. Это хорошая обучалка от самого сервиса. Здесь есть и видеоинструкции, и тексты, и скриншоты, чтобы не потеряться внутри сервиса. Много интересной информации. Я оттуда тоже много для вебинара сегодня взяла. Так что советуют создатели этого сервиса. Тексты. В подготовке текстов очень важно учитывать, какой текст будет звучать и какой текст будет написан. Иногда это могут быть разные тексты. То есть написать можно одно, а озвучить немножко другой вариант. Что здесь хорошо? В тексте, который написан, вы можете добавлять цифры, даты. В общем, какие-то такие подробности, которые на слух могут не запомниться. Такие вот вещи. А текст для прослушивания, он такой более живой, более разговорный, более легкий. Ну, вот вспоминайте интересных гидов, которые проводили вам экскурсию. Вот примерно в таком же духе и надо записывать этот текст. Он должен быть хорошо адаптирован для прослушивания. Поэтому здесь важна качественная звукозапись, конечно же. В идеале создатели советуют записывать это с помощью специальных студий и так далее. Но мы не имеем таких возможностей. Поэтому обходимся микрофонами и программами. В качестве программы могу посоветовать Audacity. Это бесплатная программа. Она с хорошим потенциалом. Там есть коррекция звука, редактирование очень хорошее. Придется немножко повозиться с ее освоением, но она того стоит. Это, пожалуй, самая распространенная программа, которую используют при создании Easy Travel. Дальше обязательно, если вы ведете экскурсию по музею, называйте экспонат. То есть иногда зритель может не смотреть на экран, будет слушать и не поймет, а как мы уже перешли к следующему или что. Поэтому в начале звукозаписи называйте то, о чем вы говорите. Но опять-таки, как гиды называют достопримечательность, а дальше уже о ней рассказывают. По количеству слов. Но оптимально. Это не мои придумки. Это я взяла на сайте создателей. До двух слов. Это текст, который будет озвучиваться. Ну, можно больше, можно меньше. Тут уже на ваш взгляд. Далее, картинки. Картинки лучше брать в ориентации, которая называется ландшафтная или горизонтальная. Они считаются, что они лучше отображаются на смартфонах. Качество картинок имеет значение, потому что смартфоны все лучше и лучше показывают вещи. Поэтому здесь хорошее качество приветствуется. Чем лучше оно, тем лучше. Далее, 50 мегабайт. Это ограничение для звукозаписи и для видео. Ну, такая оптимальная величина. Я думаю, больше уже просто нет необходимости добавлять. Ну, и авторские права. Я о них уже по ходу сказала. То есть на картинке, если это не ваши картинки, должны быть авторские права, разрешение, все что угодно. На тот случай, если кто-то пожалуется. Кто-то из участников квеста выйдет, увидит свою фотографию, начнет жаловаться. В этом смысле придется немножко подстраховаться. Вот, пожалуй, и все. Все, если есть какие-то вопросы, на которые я еще не ответила. Да, вот Аудасити вот написали у нас уже в комментариях. Да, она примерно так и пишется, насколько я помню. Вот. Спасибо большое за то, что были, за то, что пришли. Я сейчас попробую. Так, в вопросах нету. Все вопросы были в чате. Если я что-то пропустила, то сейчас еще минуту полистаю. Вроде нет. Вроде на все ответила. Обучалку я вам дала. Если есть какие-то вопросы, замечания, предложения, то, как всегда, по электронной почте либо в группе на Фейсбуке меня можно найти. Спасибо вам большое. Следующий вебинар будет в конце марта. Буду говорить о Google сервисах для работы. Спасибо и всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok